Координация хорошая. Все слышите меня? Прежде всего хотелось бы принести свои извинения за технические неудобства, которые произошли за данный период времени. Прежде всего хотелось бы поблагодарить вас, что вы приняли участие в данном вебинаре. Сегодня наш вебинар будет посвящен квесту, веб-квесту. Если предыдущие люди, которые присутствовали на моем первом веб-квесте, где я вас информировал о том, чтобы представлять данные промышленной системы как технологии квест, то здесь прежде всего в обслуженности мы поговорим о том, как создать веб-квест для урока английского языка и звухода работы учителя. Но говорю сразу о том, что онлайн-тренинг, это онлайн-тренинг, информирование у нас было и парни у меня. Что касается мастера-класса, то в ближайшее время мы проведем с вами полномасштабный мастер-класс. Прямо более детально, всевозможные моменты, элементы, которые будем с вами раскрывать и про это будем комментировать. Почему именно онлайн-тренинг? Прежде всего, хотелось бы сказать о том, что здесь есть основные моменты, на которые нужно обратить внимание. И когда это были технические определенные сложности, которые возникают при создании данной технологии веб-квест. А уже при организации проведения данной работы мы уже сможем с вами детально разобрать все возможные технические моменты данной программы. Хотелось бы представить, если кто меня уже еще не знает, а кто, может быть, знает, помнит. Я, Яков Калисандр Олегович, являюсь учителем английского языка, работаю в муниципальном образовательном учреждении лицея номер 9. И мне заслужены учителя школы Российской Федерации Ниберова, Сея Николаевича, в Кижинском районе города Волгоград. Если я уже успел посмотреть чат, достаточно большое количество людей принимают участие. В том числе, я вижу, здесь и Казахстан. Поэтому очень интересно и приятно, что вы принимаете данные в георгенале участия. Итак. Зачем вообще нужна технология веб-квест? Ну, прежде всего, процесс информатизации современного общества обусловил необходимость и значимость применения новой модели системы образования. Вы уже слышали, что существует уже внедряя дистанционные курсы в различные учебные заведения, где-то уже есть дистанционные курсы обучения. И здесь, прежде всего, основное применение современной коммуникационной коммуникационной технологии можно применять на уроки. И при помощи данной технологии, как веб-квест, я думаю, что реализовать это можно в полном объеме. Я сегодня вам рекомментирую и скажу, почему именно так. В школу поставляется новое оборудование, компьютеры, проекторы, инфекционные доски, ну и в том числе новый пакет различных программ. Те программы, которые можно легко применить сейчас, используя данную технологию. Поэтому перед современными образовательными технологиями здесь стоит задача поиска новых видов и форм организации учебной деятельности. Обучение должно быть развивающим в плане развития, прежде всего, обратить внимание самостоятельного, критического и общественного мышления. То, что мы с вами добоеваемся от детей. То, что дети у себя проявляют самостоятельность, чтобы дети могли анализировать, споставлять, решать всевозможные задачи. Ну и в том числе в рамках как урока, так и проектной деятельности и научной средствой деятельности. Где, соответственно, дети уже в полном масштабе могут показать все свои знания, умения и навыки. Итак, с этой целью многие учителя уже давно используют проектную технологию и привлекают ресурсы сети интернета. Достаточно большое количество поток информации поступает, и как это все структурировать, как все это систематизировать, организировать, достаточно сложно и трудно. Поэтому здесь в общей сложности не заникает некий целый ряд проблем. Это как найти подходящую информацию для того, что само веб-квестер. Дети начинают, в любом случае, вы когда даете научную средству деятельность проведения данных мероприятий, вы даете им задачу для того, чтобы они нашли подходящую информацию. Они начинают копаться, искать, возникает точно ряд проблем. И все это просмотреть и, собственно говоря, систематизировать, чисто тренинг и физический эффект. Поэтому, когда веб-квест вы уже создаете изначально вот эту начинку, когда я на предыдущем вебинаре говорил, определенный скелет, то вы здесь уже в полном объеме распределяете те интернет-ресурсы, которыми они могут воспользоваться за более время. То есть это уже аправдированные интернет-ресурсы, и уже можете детей с ними ознакомить. Потому что в любом случае они пользуются интернетом, они наблюдают, они ищут всю подходящую информацию. Поэтому, соответственно, здесь прежде всего необходимо обратить свое особое внимание для того, чтобы получить необходимую информацию, привлекая интернет-ресурсы интернет. Прежде всего, хотелось бы сказать по поводу практической значимости использования интернет именно веб-квеста. Итак, использование технологии веб-квеста, вижу, что здесь плохо слышно меня. Слышно сейчас хорошо? Если что, вы говорите, если вдруг я... Все отлично. Итак, использование технологии веб-квеста на уроках английского языка позволяет расширять целый ряд гидактических задач. Это формировать навыки посмотрового чтения и чтение цели извлечения информации. То есть для этого мы необходимо сюда и включаем все возможные моменты. Для этого мы можем с вами обратить внимание на то, что мы можем посмотреть и проанализировать тот информационный продукт, который, приусловно, будем применять для нашего веб-квеста. И здесь, в любом случае, вся вот эта практическая значимость нацелена на реализации, прежде всего, информационной культуры детей. И они в общей сложности начинают потихоньку вникать, смотреть о том, что, каким образом, посмотреть, какую взять необходимую информацию, для чего она нужна. И возникает целый ряд вопросов, как это все организовать и сделать в рамках урока, это достаточно сложно и трудно, на самом деле, по большому счету. Как настрой в практике я могу это сказать и проговорю дальше. Как это все можно построить в труктуре для того, чтобы вы, прежде всего, коллеги, особенно те коллеги, которых огромное количество часов нагрузки, 30-35 часов, здесь, прежде всего, вы будете выступать в роли как модератора, не только один учитель, где задаете вопрос, он отвечает, задаете вопрос, отвечает. То есть муторная вот эта работа достаточно сложная, где вы можете немножко себя чуть-чуть отдохнуть и, прежде всего, получить определенные плоды, пользу от данной технологии. Прежде всего, это дает возможность вызвать умение письменной речи учеников, пополнять словарный запас, популярный запас, обучающие, формировать устойчивую мотивацию. То есть у них возникает мотивация, вы сами видите, буквально через какой-то промежуток времени создадите тот же самый бэк-пэст. Пускай вам будет немножко сыроватый, могут быть какие-то недоработки, которые в процессе обсуждения данного пэста вы с ребятами сможете это все верстать. И увидите, как они с огромным желанием будут в этом принимать участие, будут вас просить еще создать этот пэст. Уже, соответственно, совместно. И расширять голосор учеников. Лингос-каналический материал, который вы представляете, у вас огромный количественный запас, плюс те интернет-ресурсы, которые я в следующем слайде приговорю, я вам скажу, что здесь вы можете это все пополнить своей практической, своей задачей. И прежде всего, самое главное, это о том, что у ребенка он уходит от фартуального общения, который никогда не заменит ему опыт живого общения. То есть если посадить ребенка перед компьютером, который не дышит, никаких чувств нет, то у него возникает, естественно, определенный страх. Каким образом он все это сделает, тут еще что-то, у него какие-то задания лежат, каким образом он сообразит, что-то нужно выполнить, тем более, по всему время поджимает. Это очень сложно и трудно. Особенно у них отдают большое количество детей, которые, допустим, не приспособлены к выполнению тестовых заданий, именно на компьютер, хотя на практике столкнулся. Вроде бы все тестирование проходит, все это прорешивают, как за компьютером садишься, вот этот тренинг, то все. И видишь, вот эта уже мотивация падает, и плюс, если по ходу отметки говорить, то это уже не та отметка, которую хотел получить ребенок. У него желание, естественно, исчезает. А здесь вы уже, с элементами, еще раз говорю, подчеркиваю, виртуального общения, здесь уже опыт живого общения. То есть вы в центре этого всего процесса находитесь. Вы наблюдаете за происходящим. Вы модератор, бережок, фактически это ваш оркестр. Каким образом вы будете это все проводить? И прежде всего в данной ситуации, это самый главный момент, когда они могут уже конкровировать свои эмоции, мысли, действия и считаться с ними другим. Я в своей педагогической практике с этим столкнулся. В огромном количестве детей, которые не то, что они не слышат, слышат учителя, они друг друга не слышат абсолютно. И здесь, естественно, они уже начинают друг другу прислушиваться. И не только просто слушают, но уже где-то там, например, какие-то романтические ошибки допустил, где-то те лексические ошибки, фанатические, безусловно. И здесь это играет достаточно большую роль. Ну и, конечно же, коммуникабельного поведения. Это большой дефицит. То есть, для некоторой части сегодняшних молодых детей зайти и посмотреть, как они общаются друг с другом на том же самом русском языке, это ужасно приспорбанно на самом деле. И английский язык, на английском языке это тоже все отображается очень сильно видно, особенно на уроке. И когда, если, например, те же самые переводные карточки, которые проводим, ему тяжело сформулировать предложение, то есть построить предложение, что от него требуется и так далее. Здесь возникают некие трудности. Поэтому основные моменты, прежде всего, извлечения информации, мотивации, виртуальное общение и считаются сомнением других. Итак, вот посмотрите, пожалуйста, на этот слайд, который вам представлен как breakdown structure, который является декомпозицией, которая еще по-другому называется. Может быть, из вас слышали? Декомпозиция проектной деятельности, которая, прежде всего, необходима для планирования контроля. Из нее никуда не пойдешь, то есть проекта. Здесь, прежде всего, осуществляется определенная функция самого проекта, работа в рамках проекта, то есть конкретного исполнителя, распределение тех самых задач. Здесь уже, собственно говоря, управление проектом осуществляется, то есть некий какой-то определенный штаб, который расспортировался, вы уже распределяете. Потом в ходе процесса обсуждения я вам покажу табличку, которая сформировала, как это все реализуется именно на уроке. И здесь формируется, прежде всего, структура проекта. Проект делится на основные части, и элементы, и модули, прежде всего, и по эротическому принципу. Здесь, в первых, можете обратить внимание, определить работу пакета, работа, обеспечивающего достижение по цели, частных целей проекта. То есть вы уже определяете, дети уже сформулировали определенную тему, уже, соответственно, цель, отли чего вы будете это все осуществлять и делать. Проверить, все ли цели будут достигнуты в результате реализации проекта. Это немаловажный фактор. Создать удобно, соответствующие цели проекта, структуру отчетности. Без отчетности никуда. И здесь вы уже, когда будем с вами создавать webquest, будет у вас, например, та же самая таблица оценивания критерий, по которым они будут делать. И временную промежутность здесь будет учитываться, и, соответственно, что вы от них будете входит в этой проектной деятельности и требовать. Это ключевые результаты, предусловно, определяют соответствующие уровни детализации плана. То есть здесь контрольные точки по проектам, которые определяете. Вы можете построить определенную схему, по которой вы будете двигаться дальше. Распределение, прежде всего, ответственности на достижение цели проекта между исполнителями, тем самым гарантирует, что все работы по проекту имеют ответственность и не будут использовать зрение. То есть в общей сложности вы, по большому счету, как я вам говорю, выполняете пункт модератора. Вы дирижер. Вы наблюдаете за происходящим процессом. В то же время дети самостоятельно выполняют задачу. Когда вы уже все это распределили, у всех в каждой своей роли, то вы наблюдаете за происходящими. И в то же время они чувствуют ваше постоянное присутствие на учебном процессе и привязываются к проектной деятельности. И обеспечить членам команды понимание общей цели и задач по проекту. То есть это можно будет создать план-схему, когда мы будем создавать мастер-класс совместно. В общей сложности я могу вам сказать о том, что здесь самый необходимый, важный момент, каждому ребенку определить свою задачу. Особенно работая, если это сильное, среднее и слабые звенья, с которыми вы сталкиваетесь постоянно в своей практической деятельности. Поэтому декомпозиция, повторюсь еще, что необходима для планирования и контроля проекта. Его различными участниками. То есть вы уже будете распределять в перспективе, когда уже провели первый или второй, так называемый, квесты. Здесь вы, соответственно, уже будете определять те определенные позиции, которые по этим позициям будут проходить определенные моменты проектной деятельности. Что они будут осуществлять, как они будут выполнять, и, соответственно, ответственность за это будут они тоже нести. При этом они будут чувствовать свою значимость в данной проектной деятельности, начиная от первочника, заканчивая последним. Учеником или ученицем. вот это самый важный момент и когда я создавал свой request и когда провалил проектную деятельность означает конечно детей было детям непонятно что от них требует что они хотят ну построить так называемую схему план и там дети не забываю что это прежде всего зрительный анализатор как работа 90 процентов которым в большей степени они это все видят перед собой и понимают что от них требуется вот не некая маленькая маленький план задания то есть это соответственно все можно осуществляться в рамках тоже сама учебную учебного процесса берете какой-то определенный раздел модуль и начинайте с ним работать и дополняет и так далее что касается самой агрегации агрегациям агрегирование которые еще это прежде всего вот уже осуществление контроль данного проекта здесь вы можете поставить определенный график выполнение так называемого выполнение того или иного задания проектной деятельности каким образом должны будут осуществить что они должны будут это выполнить и сделать и чувствовать определенный временной промежуток что по времени всегда не успевает и со временем они начинают собрали на это населиваться и вполне достойно данную задачу поэтому прежде всего при построении тоже сама модели вы здесь уже соответственно у вас возникает определен целый ряд проблем которые необходимо здесь реализовать поэтому календарчик которые я создаю для ребят и они по этому календарочку начинают работать и смотреть тогда я вот это выполнил я это это сделает и возникает какой-то определенный интерес и ой не более все равно они уже начинают понимать что требуется а это лексика это у нас грамматика и так далее а что касается гибли наконец-то задание здесь вот уже практически части хотелось бы перед тем как я приступлю комментировать вот эти виды задания для выпустили я хотел вас просить может быть кто-то из вас уже создавал квеста вот еще нет не составляли вот и своей собственно говоря практике у даже если ребята кто вот здесь выложил написал то что они не составляли то соответственно можете уже свою ссылочку посмотреть как это все осуществляется делается и сравнили прежде всего вот мы с вами плечево по большому счету сегодня собрались проговорить комментировать о том что хотели бы создать это по какому мы с вами квесту пойдем с вами дальше то есть может быть это возьмем журналистские задания может быть это творческие веб квесты убеждающие веб-квесты аналитические веб-квест и научные веб-квесты вот я с вами все не прокомментирую всевозможные моменты которые мы с вами определимся по какому мы с вами каким создать квест и что вы хотите от меня услышать и чтобы хотели бы естественно это внедрить свою профессиональную деятельность и так но что касается по поводу вот задание на пересказ является самым примитивным это вы знаете представляя собой простой пример использования так называемого интернета как источник информации в которым здесь можете применить и увидеть прежде всего представлять собой простой пример существует даже мнение о том что веб-квесты основные только на основу прежде всего на пересказе не хитрис вы как и не считает веквестом однако большинстве здесь лучше пересказ выпускается как задание для веквеста при условии что формат или форма доклада чаще заметно отличается от оригинальных материалов то есть является простым копированием текста из интернета а то есть это переработанный текст безусловно где не все это прописка уделяет самый главный важный момент который они будут комитировать говорить эти не ключевой момент в данном на своем пересказе буду включать при обсуждении и учащие свободные выборы о чем рассказывать и как им зодь найденную информацию чаще используют навыки суммирования и отбора и обработки информации пересказ это прежде всего демонстрация понимания тема на основе представления материалов из разных источников формате то есть это может быть создание презентации плаката рассказа но это самыми отременемая часть который применял свои проекты создание школьной дозет где они соответственно это все выполняли и делали что касается суть здесь идет дальше у нас с вами задание как компиляционные задания что собой не представляет комбинационные задания заключается в том что учащие должны взять информацию за различных источников и привести ее к единому формату то есть финальная работа может быть опубликована в интернете или предоставлена форме какой-либо допустим там не цифрового продукта в квест создана на основе задания загадкинка требует синтеза информации то есть напротив необходимо придумать например какую-то загадку решить что при всего требуется в данной загадки основные условия которые представить здесь и здесь вот усвоение информации изможности источника составления информации единое целое здесь выражается посредством определенных выводов и правильные ответы вопросов при ближайшем рассмотрении сегодня здесь уже оказываются они соответственно начинают догадывать здесь применяется вот определенные индукции а здесь здесь есть например какой-то например векторальных выставки которому будет кулинарных рецептов которые привести а вот тот же самый создадим с вами например тут же какое-то блюдо и какие необходимые ингредиенты для того же самого блюда то же самое действие которые можете применить на уроке но вот для меня в моей практической деятельности я применял еще это как пришло журналистский веб-квест он достаточно сложный трудные здесь и ну очень интересные и по времени он длится можно но я думаю что можно его распределить как на целых раздел то есть поэтапно которые раскрываются возможно проделали модели которые идут здесь прежде всего учащиеся должны собрать факты и организовать их в жанре новостного репортажа эти интервью или другого журналистского жанра вот журналистское расследование объективное изложение информации то есть разделение мнения и факта ведь они здесь доказывают свою точку зрения каким образом и здесь нужно будет привести основные доводы чем они считают что именно так а не так именно по этому принципу будет делиться сам вот это именно квест и когда вы суммируете все возможные факты аргументы получается достаточно полноценный интересный что касается вот конструкторский в квест здесь требует отличающиеся прежде всего создания продукты или плана действия по выполнение заранее определенной цели в определенных рамках например спланировать то же самое кухне каким образом спланировать определенную например планировку своей комнаты здесь уже применяете до более известной романтической конструкции дэвэс дэва например спланировать например здесь какой-то пример построения здания или так далее что вы хотите например спроектировать построить особенно это очень хорошо идет если совмещаете например то же самое маршрутный лист который дети именно устраивает строит допустим прилегающих территории школа как мы добраться до учебного заведения до дома или до ближайшего магазина что касается творческие в квест это они требуют ощущать создание какого-либо продукта с одной формате то есть это может быть картина пьеса может плакат песни веб-сайт то есть или презентация то есть творческие проекты похоже на прежде всего как на конструкторские то есть реализую здесь основные моменты проекта модели какие-то определенные являются более свободными и непредсказуемые результаты то есть если так первым предыдущим конструкторские вопрос уже определяет задачу что здесь проецирует самую комнату а то здесь уже творческий проект каким-то определенным крупным уже не распределяет создание то же самое например то же самое картины или постера или могут коллаж это очень самый распространенный момент которым они прикладывают те же самые фотографии который находится в интернете и уже прописывать описывает или иной момент здесь уже ребята начинает большей степени больше уделять внимание здесь творчество и самоурожение учащихся в принципе кто-то рисует очень хорошо то соответственно очень быстро находим информацию и может это все суммировать а вот что касается выкаста по решении спорных проблем а что касается о спорных проблем то здесь это достаточно ну будем так говорить тоже новый квест предполагает здесь поиск представления различных порог противоположных мнений на одну и ту же проблему попытку провести их к определенным здесь соответственно сейчас слышно меня хорошо всем хорошо слышно и так что касается по поводу так называемого по решению спорных проблем здесь собственно говоря вот когда например вы создаете как я вам показывал если мы смотрели вы можете на сайте и с ним ознакомиться посмотреть то здесь прежде всего обратить свое особое внимание на вот например у старцевого аттестации там было как я говорю демонстративный момент это по поводу пересказа или например здесь по поводу ответ на вопросов как речь здесь вот решение так называемых проблем он достаточно сложные сложно я с ними тоже применял это 10-11 класс какой-то журналистский журналисты задания которые были определены здесь конечно немножко посложнее и но достаточно интересно здесь определенных претворечий которые находят а что касается аналитические в квест то прежде всего я перепрыгнул убеждающийся прежде всего квест убеждающий квест он имеет свою цель создание продукта способного убедить кого-то в чем-то ну здесь нужно не держать определенная грань есть предыдущие в какой-то решение спорных проблем предполагал поиск представлены различных пороги уволоженных мнений то есть считает одни теперь так другие теперь почитает так особенно это очень хорошо идет если какое-то терапевтное произведение а вот убеждающие здесь нужно способны убедить кого-то в чем-то то есть здесь уже занимают например каждая сама группа позицию о том что нужно здесь убедить какой-то определенную обычно то же самого пересказа в рамке обычно пересказан но здесь они аргументируют пользу какого-либо утверждение мнения для того самого автора прочитав с вы уже можете или еще при другое почитает у больше соглашается с этим если они уже здесь у них какая-то конфликция они начинают приводить всевозможные аргументы на при этом утверждают он достаточно интересно особенно это может быть например как например письмо статья может быть может быть так называемая видеозапись мультимедийная презентация либо по странице который по той или иной позиции он здесь раскрывает свою кучку зрения как это все осуществлять и делать конечно достаточно сложный момент я не буду по поводу по поводу интернет ресурсов я вам прокомментирую скажу вот дальше что касается аналитические аналитические здесь вот квест аналитические веб-квест и исследует займать связь еще реального мира в рамках заданной темы здесь такие задания дают почву для получения учащимся знаний в условиях при которых они должны внимательно изучить одну или несколько вещей и найти в них хвост или различие также вычислить скрытые смыслы в искусстве тоже достаточно сложный например здесь может сравнение культур двух стран например или народов необходимо здесь выявить их хвост или различия по размышлению и просуждать о том что они означают каковы их причины причины и следствия здесь достаточно сложно трудно находить очень очень интересно можете взять например кухню бы их проживание жизни это все состоит на анализе сделать прорезки а видеоблога достаточно большое количество если заходить на youtube и это можно все прикрепить том же самое хвосте и по тому же самое задание они это могут все это увидеть а пускай это будет достаточно небольшой ролик 30-20 минут ну и будет достаточно здесь легче и проще дальше научного креста и я здесь думаю комментировать излишне все нужно это искать деятельность я думаю склад с очень следственной деятельности сталкивались и какие возможные моменты там гипотезы цели практическая значимость а применение той научной следствием деятельности если я думаю где сложности не возникнет и в этом может тоже применить в своем кресте детектив головонка и конственная история здесь тоже в этих определенных рамках вы можете взять за основу какую-то гироскасов и те же сам шарел полностью доктор 20 а здесь тоже ничего сложного трудного нет и так направление вот по направлению здесь я прежде всего вам хотелось ориентировать на своей практической деятельности наиболее успешный наиболее успешным взгляд проведенные это было путешествие страну кого и действия это я проводил в одиннадцатом классе здесь прежде всего были определенные сложности моменты нахождения той же самой информации достоверной информации он выделок был представлен как журналистки в этой ситуации здесь они находят историческую политическую справку геологическое положение страны ну и прежде всего персонал некоторые дети если с чем столкнуться например аврам линкольн только это президент какой президент и начинает уже дети искать какой по счету такого президента и так далее находить небольшим краткое содержание информации умение систематизировать получить ту достоверную информацию которая им бы пригодилась в реализации проектной деятельности второе было расследование широком суда провал синтез на появление собаку гаска вот вопрос по решению спорных проблем достаточно интересно прошло то проходил в рамках девятого класса здесь были тоже причинно-следственные связи решение спорных проблем каким образом это все осуществлялось охарактеризовать прежде всего основных вот этих героев шерлоком стопер вас место нахождения месторасположение где это находится собственно видеть им это очень интересно начинает копаться ну если заставить просто найти эту информацию по поводу шерлоком стопер вас она будет где-то процентов 775 нежелание этого искать когда они начинают где-то что-то искать опасно ходить эту информацию им это очень интересно особенно вот я нашел это я нашла вот это и так далее то есть создание по решению спорных проблем мы были успешно и что касается следующего веб-клэста ориентирована на самопознание это тоже скрометно новый веб-клэст у его проводил я в рамках статьи пропориентации которая проходила в учебном заведении то что соответственно дети хотели бы реализоваться своей жизни и по тем разделом по тем модулем которые проходили это и медицина у нас было путешествием при журналисте хочу быть или еще здесь мы собственно варим определенной профессии которые выстраиваем наиболее денег заходят на сайт просматривать какие наиболее самые сейчас востребованные профессии и кем бы они хотели себя увидеть здесь они уже мы уже ставим за против и и характеризуем ту или иную профессию каким бы они хотели себя видеть в перспективе дальше вот наконец-то по поводу интернет ресурсы посмотрите пожалуйста внимательно первые два которые вы можете легко найти мы можете найти в ютюбе эту информацию вы заходите вбивать и там идет ролики и мы будем говорить но от сил 30 где можно обрезать соответственно где-то есть поменьше идут ролики и это применить своей практической деятельности на английском языке еще особо хотел бы обратить внимание например у сталкиваться таким моментом если это какой-то конкретный город или же например страна здесь уже наконец у него штат америки и сюжет и обладает в большей степени американский вариант английского языка это можете услышать увидеть детям продемонстрировать показать но я идите самое что интересно после каждого вот этого ролика и поэтому то есть вы можете найти необходимую проведущую для вас информацию чтобы могли предматривать дети дальше вот что касается 2 это вот идет американский британский блоге вот вбиваете или же наши соотечественники или же как правило это студентами которые обучаются в загранице примеры в англоговорящих стран здесь у соответственно это может принять уже на своей практике применял у меня однокурсница проживает штатно-сачусство с городом бостон и где пол она при спереда определенной периодичности выкладывает видео и она может рассказать я попросил говорят могла бы здесь рассказать о школе еще что-нибудь о жизни тогда лидия нас и предматривал проговорил на английском языке соответственно достаточно интересно вот я взял нашел тоже кстати в моей жизни в лондоне где можно было было увидеть как устроен детям это интересно вроде бы в плане тоже времени это могут обсудить это могут они прокомментировать они контролируют свои эмоции на определенный страх конечно что-то вы рассказать и тем более выкупляем запас не позволяет этого сделать здесь возникает расположен что и вот ваша задача заключается в контролирует данный момент и то же самое аннотации или же ссылки определенного могут получить определенных по определенным источнику информации тот материал который необходимо изложить или применить свои проектные деятельности и класть то есть вот это все по вот это вы можете применить на своей практике и также сама добавляя в свой квест это будет абсолютно законно и это все продемонстрирует дальше что касается исторических каналов и документальный документальный канал который тоже самое можно применить можете посмотреть это уже света из интернета беру и все это просматривать то есть чем интересен вот этот он очень интересен тем что там проходит реконструкции различные сидите могут посмотреть как это все осуществляется делается то есть там различные периоды в том числе различные страны дальше что касается обучающих голов и канал огромное количество вот из них я здесь прокомментирую основный момент вот или серверы и лишь который здесь представлен это добавил вам известно по которым можно зайти посмотреть и подходящий особенно audi записывающий здесь материал который можно получить дальше что касается следующего момента вот этого лишь наш очень интересно для учителей каким образом какие применять основные технологии введения урока как это предоставить информацию особенно тем детям которые непонятен этот менталитет почему именно так произносится почему не так почему американцы говорят так почему именно так нельзя перевести именно на русский то есть здесь естественно что это основные моменты особенности и где вы это можете посмотреть ролики тоже не такие очень большие и как вы сами лично можете посмотреть так соответственно можете и детям это предложить дальше что касается следующие вот до более известный может быть кто-то на youtube заходил чтение то видел что выходил как реклама по поводу пиши правильно по английски вот эту программу можно зарегистрироваться то же самое себя проверить и том числе и дети возможность когда при написании того же самого с и написания того или иного материала чтобы не лезть до более извеченном google chrome переводчик и непонятно что они там переводят а потом начинаешь проверять в ужасе что они там написали а вот а здесь они могут себе собственно говоря здесь в этом смысле показатель написать то есть это определенный тренинг я не тренируется версия бесплатно поэтому я здесь думаю сложности трудностей никаких не будет главное чтобы было желание и ваша задача заключается им показать и демонстрировать и предложить ведь они с охоты полезно вот увидите два три четыре человека полю и посмотрят а что касается следующего вот например про прочность здесь интересно тем что я и говорил по поводу пример по самоопределению самопознание классе например здесь дети уже применяется определенную терминологию языка бизнес и так далее которые необходимо применить особенно до более известной встречи что именно сказать там особенно хорошие примеры по которым можно это все на и и продемонстрировать это очень хорошо мы попадем 10 11 класса и очень интересно дальше то что он и лишь то есть здесь тоже достаточно интерес и возможно по которым даже ссылку вам покажу прокомментирую вы это увидите и вот по поводу так называемых они самых лучших с точки зрения методики преподавания это уже для вас вы можете зайти именно посмотреть здесь на видеороликах это все отображается комментируется плюс во всему это все демонстрируется и можете вырезать и на сайт и посмотреть даже по возможности задать вопрос который нас интересует и так дальше двигаемся посмотрите вот сделал я скриншот вот таких сайт здесь вот имеются будут каналы которые можете достаточно яркие интересно по которым я говорил то есть идет вот именно в бил то название которые например путешествия соединенных штатов америке по определенным городам здесь это можете тоже самое привлечь там рассказывается и история и культура и быт и так далее то есть национальные особенности данной страны здесь очень это интересно поэтому и достаточно незамудренно все это понятно не вам будет и понятно 10 предельно ясно поэтому имеется ввиду что здесь очень интересный момент который можно будет применять на своей практике дальше по касается вот основных на осуществление данного по платформе есть здесь вы можете примет разрешить и зайти вот я например применяю чинал чем он удобен тем что я привычный для меня здесь все это абсолютно по определенной раке идет выстроена вы можете применить другую платформу вот это ваше право главного вене и менялась то что вы могли это применить дальше вот посмотрите я вам то что он говорил предыдущие вот интернет ресурсы источники по которым определить можно посмотреть первые из них здесь видите сверху например дать ошибка допускается дима остров поставить вот эта программа который может быть можно включить детям то же самое приложение в телефоне может быть в планшете или же например компьютеры зайти посмотреть персонального своего компьютера я не выполняет и делают нура чтобы лишний раз есть в онлайн переводчик дальше ниже вы представлены здесь основные направления по изучению языка здесь это по ходу ведения самих уроков и основные моменты элемента то чтобы говорил вам о разъяснении все особенно особенности языка я думаю что для вас уже на коллеге было бы это достаточно интересного вот подходя более конкретно к нашему квесту здесь бы я хотел сказать вот например за основу я брал например вот открыт для детей определенных лакомы сказал бы опасные основные моменты по изучению соединенных штатов америки и беря по структуре например образование медицины например там какие-то основные проблемы те же самые в учебнике которые у них представлены это можно немножко расширить что-то дополнить где-то можно что-то сократить чтобы он был понятны чтобы это мило кого-то определенную результативность вот первое что формулирование проблем в линии предворечия здесь необходимо присылок найти уважаемые коллеги точки соприкосновения которых я брал например за основу соединенных штатов америки россию кто-то время может только взять страну здесь соответственно есть некоторые возникает конечно сложности но прежде всего не забываем про декомпозицию и агрегирование то есть это первая постановка цели задачи а и контроль осуществлений и каким образом будет осуществляться именно при постановка задачи соответственно весь что после этого можно будет детям вывести сказать вы будете соответственно что необходимо для этого узнать что необходимо слышать увидеть понять раскрыть найти здесь и своем жизненном опыте это все применить соответственно что в конечном счете по окончании того же самого просто вы будете знать то есть они увидят определенную структуру которая в этой цепочке идет может быть это создание там не спать и есть возможность по форме которым мы с вами комментируем это обязательно уважаем коллеги продемонстрировать по какой структуре таблички это все можно сделать того чтобы они это слышали понимали видели и осуществляли дальше своей жизненной практике в любом случае постановка задач формирование проблемы цели здесь необходим дискурс и анализ проблемы для обсуждения с детьми зачем она необходимо нужна эта проблема за чего будем мы с вами получать и вы приходите планы к созданию блок то что я вам говорил по поводу так называемого прежде всего необходимо здесь обратить внимание на создание определенной группы поэтому здесь уже смотрите на распределение это что касается сильные группы средние слабые группы вы уже начинаете это все координирует и распределять между детьми чтобы дети четко понимали и знали в какую они группу падает но при этом вы это не 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 в общей сложности не комментируете ни в коем случае потому что чтобы дети они свои чувствовали значимость вы здесь поступаете очень достаточно мудро а если например сильным группам туда проявляете это среднее звено акции не звено это слабо здесь вот они свою понимают определенную значимость каким образом это будет все осуществляться как это будет все устраиваться и при этом вы наблюдаете как они в данной деятельности применяют свои те знания на практике пускай это будет просто не такие достаточно высокие показатели знаний этих детей но постепенно поэтапно они уже начнут вливаться в этот коллектив более-неболе особенно бог будет возникать определенная небольшая контрактация не будет понимать но уже отрешенности и нахождения данного учебного процесса проекта деятельности они будут все сидеть там со стороне играть телефон и ждать или еще ужасно бояться что их спросит здесь они сидят здесь соответственно не принимать в этом участие у них по построению как мы с вами говорили где-то появится определенная роль и ответственность за то или иное действие они уже это находит ищут и применяют я даже видел определенный успех детей которые не то что писать они читать по нему и и когда соответственно увидел вот эту информацию найденную по например различие страны ребенок не нашел и сверху пишет мне все абсолютно транскрипты на русском языке все абсолютно вот то есть насколько ему было хотелось в лица в данный коллектив чтобы вот именно показать что я этому материал нашел я здесь вот здесь собственно говоря пишет сама оценка вот он определенный успех которую вы обеспечили ребенку в принятии проектной деятельности участие вы соответственно через вас в любом случае все информация стекается вы все наблюдаете заблаговременно вы же потом по этим интернет ресурсам уже и предоставлять определенные проверенные источники с которым они работают и уже начинаете контролирует при этом вы занимаете будем говорить нейтральные позиции то время находитесь центре данной проектной деятельности вполне функцию модератор и дирижер вот и дети в любом случае к вам вращается за советом но в большей степени процентов 60-75 они принимают участие в этой работе самостоятельно и важен очевиден важный результат и самый главный момент который здесь обратить внимание как это создание так называемой оценочного листа здесь есть по больной системе вы желательно конечно уже распределить чтобы дети к этому привыкали за что где и как они будут именно получать тот или иной балл потому что у них мотивация отметка получить отметку как можно больше а по какому баллу здесь они уже смотрят вот этой может быть это раздаточный материал я вам потом обязательно приносить класс продемонстрирую каким образом это все можно будет создать и сделать может быть вы что-то придумаете лучше и поделитесь с нами своим опытом и соответственно вы уже приложив достаточно больших усилий создание вот этого оценочного листа по нему начинаете работать здесь уже ребят начинает уже самостоятельно просматривать а да вот этому здесь я выполнил здесь выполнил то есть в составе конечно же команда а вот и при этом они защищают свой определенный проект ну и конечно же о контроле и проверка выполнение задания здесь уже вы совместно с ними вы начинайте по этому направлению не забудьте еще раз говорю или же выписать или же может быть управлять печатать повесить в ходе этой деятельности это не обязательно только один тот какой нибудь по различным направлением может здесь по другому модуле или раздела что вы узнали что вы слышали что вы видели и они это проговаривают комментируют комментируют говорят говорят и соответственно их владеет и все более и более дальше посмотрите пожалуйста задание для участников проекта здесь прежде всего необходимо особо обратить внимание на составление заданий задания различные могут быть ему обязательно делайте если формы теста здесь они обязательно могут применять я вот с интернета источников тоже брал те возможные моменты которые необходимо в своем учебном процессе и при создании проектной работы поэтому здесь вы уже четко определять по какому теме вы будете если уже мы взяли пример различий соединенных штатах и путешествия по англоговорящих странам здесь обязательно дети должны пройтись по истории пройти по культуре архитектуре обязательно достопримечательностей определенной персональной то есть известные известности определенные поэтому здесь поэтому здесь необходимо пришло создать определенные задания которые будут выполнять и выбор от вас прежде всего уважаемые коллеги зависит именно сузить определенный ряд вопросов может быть это например может быть какое-то упражнение где будет например взята какая-то определенная справочка историческая географическая и расстегает им по определенным пример вопросам тем которые не будут применять то есть в любом случае и наглядные пособия в проектной деятельности обязательно должно присутствовать здесь вы совместно это обсуждаете комитет и они по этому поиску совместно с команды проходит то соответственно принимает участие дальше двигаемся то же самое задание тропов знакома вам до более известная здесь соответственно вы необходимо прежде всего обратить свое внимание по поводу верно-неверно можно добавить например здесь если информация никакой не было положительной адресателем не имела такой динамики в тексте или недостоверную информацию же в холст или true здесь работать с этим здесь тоже берет историческую справку поэтому тоже где то есть одним словом и мониторить и на детей контролируйте как они выполняют это задание ну и тестируйте время постоянно более не более руку набивает 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 и так следующее что касается следующего задания то здесь уважаемые коллеги тоже самое да более вам известно ничего выдумывать нового не буду то есть просто это вы можете применить на своей практической деятельности обязательно так называемого небольшие как я вам говорил такие задания по которым они дают и историческим справка может быть какие-то определенные особенности при этом после того когда например посмотрев тот же самый видеоролик с определенными блогерами и здесь вы можете например применить данное задание уже не могут сопоставить поставить выбрать нужный подходящий вариант может быть взять например предыдущий который показывал задание и взять его распределить таким образом что например изменить ситуацию где они тренируются и все равно волей и волей начинает запоминать данный материал что касается от данных конкретно вот квеста здесь обратите свое особое внимание уважаемые коллеги как я вам говорил по поводу вот самой структуры здесь вы уделяете основные группы пускай первая группа будет у вас слабо но она будет значимая обязательно то есть здесь дети находят основную базовую информацию теоретически пример расположение и крема соединенных штатов здесь соответственно они обязательно на этом обращаются и вы понимаете что их значимый здесь в этом проекте необходима может какие-то определенные насмешки будут может быть соответственно дети все будут некомфортно чувствовать на ходе процессе реализации данных действий они уже тебя немножко комфортно начинают чувствовать здесь начинает уже распределять допустим кому-то к сильной и мы купим два человека средний и так далее вторая группа у вас идет это обязательно будет средняя традиции и быть соединенных штатов америки здесь они получают основная информация то есть некий средничок который между находятся сильными и слабыми то есть при этом они здесь в общей сложности собирают информацию и между собой распределяет и конечно это третья группа это сильная группа здесь они будут основной костяк данной информации культуры искусства с университет штатов известные люди и дополнение как бы ко всему этому вы обязательно даете еще целый ряд заданий и вопросов которые ходят процесс они начинают их выполнять и это еще протягивают оставшуюся категория детей которые не успевают у них возникают какие-то определенные сложности в ходе всего этого процесса обязательно находитесь вы это учитель модератор при этом через вас все это обратите внимание стекает информация вы получаете ту информацию заметьте которые вы изначально дали и вы его проанализирует посмотрели и в то же время вы ее опять принимать как они качественно и обработали как они качественные нашли как они выполнили это задание и вы соответственно уже после этого у вас полная отдача чуть-чуть вы отдохнули соответственно дети заняты и получите определенный результат вот пожалуйста здесь ничего сложного трудного на самом деле нет просто если разобраться и построить главное это структура схема определенный целый ряд составление задания что вы присылаете хотите какому-то либо разделу или модуле вы получаете естественно продукт по названием в классе что касается именно получения самого продукта здесь вы уже начинаете с ними анализировать или у вас получился этот или не получился в любом случае во что-то получится но будет он иметь положительное или же он будет соответственно отрицательную динамику а что касается здесь пишут главное наличие ноутбуков у детей на уроке поверьте мне то задание которое соответственно вы составляете вы это можете смешанно проводить это данное мероприятие то есть выполнять это задание и соответственно вы это можете выкладывать это данное задание они могут обязательно не зарегистрироваться на вашем квесте и начинать выполнять их дома может быть это комбинированный пожалуйста соответственно если вы например задали вопрос и то же самое получили ответ на следующий урок при обсуждении может быть и такое зависимости от уровня класса в любом случае первых квест по которым вы начинаете работать и вводить по всему оцениваю структуре это уже безусловно вместе и совместно с ребятами итак что касается наш с вами модель которые будут опытные в ходе создания таких основных квестов которые я применял на практике опытная модель создания проекта идеи какие основные три категории сложности возникали лексические сложности специальной терминологии которым попадался им было непонятно при создании квеста массы класса обязательно делаю всевозможные ссылки может быть вы их знаете различные словари ни в коем случае это никакие не онлайн-переводчики в различные например диспризологические словари которые можете принимать на практике идите пускай в этом тоже принимать участие если они уж студируют и начали в эту ту же технологию то обязательно примете и и это безусловно это радиалектизм и призологические обороты лексико-семантические расхождения можете ставиться в том числе цвета британскими кроме английского языка реже и лексика здесь достаточно большое количество с которым вы можете столкнуться она проделена если будете находить тот или иной пыль не информация для вашей проектной деятельности ну и посмотрите замысловатую схемку по основной структуре которые работаете отделяется на самый большой момент но то же время необходимы базы в котором принимает все участие это подбор информации с вашего участия безусловно которые вы контролируете применируете данный процесс и не менее важный следующий анализ переработка материала который у вас учитывается делается лексика это то что вы соответственно по теме узнаете что вы для вас необходим практически реализация вашего проекта и так далее то что вам необходимо это будет показать и создание продукта на интернет-платформе здесь уже как я говорил или получился у вас квест или же не получился все зависит только от вас самих пускай будет допустим успешный первый квест в любом случае дети почувствуют определенную значимость своей силы пойму вы увидите это новора пойдет особенно если увидят они определенные изменения уроки и вам будет уважаемые коллеги намного легче намного легче вот это что касается опытной модели да и еще хотел бы вам сказать перспективу допустим то же самое если у кого есть ведет дистанционный курс обучения в школах лице гимназии то это тоже играет вам достаточно большую информацию и или перспективы хотите создать дистанционный курс обучения в школе это будет вам легче это опять же та самая подготовка государственная таблица где вам немножко поискать эту информацию систематизировать проанализировать выбрать во первых вам это интересно ваш ваш будет определенный интерес в этом заключается но в то же время дети в это принимают тоже участие находят эту информацию что это может еще интересно не найдут и так далее а что касается посмотреть на реку газор ученика ученика вот у меня есть ребенок который соответственно применял вот например собирает марки и вот например какие особенности с языком он стал у нас был как раз флора пауна канады здесь соответственно он столкнулся с целыми рядами вопросов про чтение называемых вот этих специфических будет говорить о растении и каким образом прочитать ему было интересно и он безусловно это применение на практике и этот он создал такой небольшой калашик которые вот предмомстрировал показать свой сам интерес проигрывать девятый класс никто его абсолютно не заставлял делать привил показал предмостровать я считаю что это неплохой дальше что касается вот основных учебников которые момента то же самое вы это все можете систематизировать в электронном виде найти это безусловно и применять и ингастрономический материал и различные справочники для обсуждения и это может быть чтение различного уровня которые применяют на уроке если будут небольшие отроки особенно если это для обсуждения того или иного произведения это безусловно и исторические учебники или справочники ну и грамматические которые вы можете применять на своем уроке создание примера веквестов по грамматике тоже достаточно очень интересно и нура идет то есть они когда все это видят перед собой вот эту схему таблицы как вы можете настроиться в видеоролике по которым я вам перед этим презентацию продемонстрировал в это можете все также зайти и посмотреть моя презентация будет для общего выгнания где вы можете будете это все скачать себе посмотреть зайти скопировать и также уже начать работу с данным материалом и так вот посмотрите пожалуйста подводя итог к нашему сегодняшней беседе хотелось бы показать основные позиции как уже заключение именно учителя и учеников здесь вижу вопрос какие было узнать платформы можно было создать квесты достаточно большое количество их есть это в том числе я применяю свои практики цунал цунал и предыдущую предыдущую можете презентацию посмотреть или вебинар в котором я там более подробно прокомментировал вы можете здесь это обязательно увидеть итак что касается по поводу так называемого именно заключение хотелось показать что какой ключевой момент позиции будет занимать именно ученик и ученики как я говорил по распределению основных ролей здесь самая главная основная задача во-первых первое это определить ту цель и проблем по которой будет все работать во-вторых соответственно это те задачи поставить перед детьми что вы хотите получить в конечном итоге при создании самого технологии в четверток это прежде всего распределение ролей и определение детей определенных позиций каким образом они будут устраивать диалог работа в группах здесь соответственно вы уже начинаете наблюдать наблюдать за этим процессом и контролировать их действия различных категорок это прежде всего что касается это поступление информации вы это обрабатываете и просматриваете но для того чтобы подобрать информацию поделиться теми интернет ресурсами которые можете применить на практике которые уже апробированы которые применяют в различных странах в том числе и это все потом выработать форме так называемое строение технологии квест дальше по определению ролей здесь прежде всего здесь обязательно уважаемые коллеги позиции и роли детей кто будет выполнять какую функцию поэтому здесь необходимо прежде всего обратить свое особое внимание какие соответственно задачи это вот что касается создания самого квеста дальше по поводу экспертной точки зрения здесь вы можете включить те же самых отобрать детей которые имеют достоинства в экспертной точке зрения нужно пригласить проверку качество знаний полученные при создании технологии вы можете пригласить гостей которые могут принять участие особенно если это группа английского языка здесь можете подключить дальше вот что касается самой рефлексии вот и говоря основные этапы что вы потом обязательно будете спросить это анализ трудностей и проблем в работе которые в любом случае создадите или будет иметь положительную или отрицательную тенденцию при этом вы будете знать с детьми вместе что вам изменить в общей сложности да такую работу всегда трудно оценить обязательно это трудно на самом деле когда я вам говорю когда будем в ходе мастер-класса я вам подскажу каким образом можно эту табличку создать может быть еще у вас какие-то идеи соображения на этом фоне возникнут появится вы обязательно должны определить определенные точки этапа работы по этапам я по этим этапам обязательно вам рекоментирую скажу и по больной системе шкале пускай это будут речевые ошибки лексические ошибки пускай это будет например каким образом построение самой выполнение самой задачи которую при нем ставили и так далее то есть в любом случае вы с этим будем еще ознакомить все же коллеги я это продемонстрирую вам покажу дальше что касается оценки здесь уже отдельных участников уже комментируете те же самые дети которые допустим не принимали в этом участие вы это увидите какая у них самооценка повышается как уровень из-за того увеличивается и здесь вы соответственно будете демонстрируете какие-то определенные способности а ребенок будет чувствовать свою определенную значимость на в этой проектной деятельности или на уроке в целом дальше выявление слабых сторон проекта здесь совместно со всеми этими группами вы начинаете смотреть что вам необходимо было увидеть какие именно стороны что необходимо было акцентировать в большинстве внимания что им необходимо было построить при этом определенную какую свою позицию здесь вы уже прежде всего выявление основные главные второстепенные так называемые задачи что необходимо было первое акцентированное что было в конечном счете было поставить то есть основные стадии выполнения этой работы и обсуждение пути эффективной реализации проекта то есть после того когда все это проговорили то есть следует составлять вопросы для дискуссии в ходе профилактики чтобы у вас не было никаких сложностей потому что все это спонтанно и сложно и трудно неизвестно какая будет реакция детей вы уже видите по настройке вы их знаете уже определенные вопросы по дискуссии вы уже входит в процесс этого квеста вы уже начинаете составили и с ними комментируете на что именно проходит некая работа над ошибками вот и обсуждение пути эффективной реализации проекта что на перспективе необходимо будет реализовать по какому направлению идти что вы хотели бы для этого на что вы хотели бы акцентировать свое особо внимание и так что вопросы что касается вопросов вижу здесь по поводу квестов здесь я имею ввиду мастер-класс который вы проводите это приблизительно будет середине июля поэтому я с вами уважаемые коллеги хотел определить по какому на что именно было бы лучше бы акцентировать свое мнение потому что кто-то бы хотел бы в большей степени видеть журналисты кто-то хотел бы путешествие самопознание поэтому в ходе процесса обсуждения я думаю что мы придем к общему знаменателю поэтому обязательно напишите как в большей степени путешествие вижу что путешествие интересно детектив журналистика детектив вижу я думаю что собственно говоря можно будет совместить основные да кстати по поводу совмещения кстати были такие моменты когда мы совмещали путешествие журналистикой они очень плотно все стоят в зависимости поставки задач которые дети должны чтобы не запутались и вы не запутались при поставке задачи здесь соответственно уже определять вот и что вы хотите увидеть по распределению ролей здесь тоже есть определенные нюансы на это тоже особо нужно обратить внимание кто там капитан команды а не капитан команды то есть будет кто ведущий допустим будет репортер или журналист здесь соответственно вы тоже на это акцентируете особо внимание да надо начать с простого абсолютно верно я тоже начинал с простого первый блин был комом то есть собственно говоря я на своем практической деятельности уже обязательно продемонстрировал детям сделал какие-то определенные выводы когда я увидел что дети охотно хотят дальше работать по этой структуре а почему бы не дальше реализовывать свою эту проектную деятельность проектную деятельность и каким образом мы должны с ними построить по поводу конечного результата конечный результат еще раз говорю при создании самого класса когда мы видим перед собой класс это информационный продукт технология которая отображает наши с вами те действия которые были созданы направлены на реализации и поставленных задач и целей мы уже увидим с вами эффективен он или и неэффективен то есть это вы для себя делать определенное а для чего вы это показываете увеличилось соответственно тестируеме которые в этом квесте будет присутствовать вы опять же уважаемые коллеги можете составить тестовые задания которые в этом квесте они будут проходить в конечном итоге вы уже увидите результат и они вернее свой результат увидите я вам больше уверяю 80-80 процентов в конечном итоге допустим если не первых квест-вторых уже выполняет это задание на ура и результат эффективность эффективность тоже имеет определенную поэтому мы живем еще раз в 21 веке детям старые методы преподавания неинтересны абсолютно неинтересны поэтому им хотелось бы чего-то нового увидеть хотелось бы применить если этого помогает вашей практической деятельности почему бы это не применить так ну в ходе вопросов я уже вопрос я не вижу больше никаких вот значит мы с вами подумаем получается разделить путешествие журналистика детектив посмотрим посмотреть и безданный пересказ нужно было бы здесь посмотреть ну давайте с вами тогда определимся в большей степени у нас здесь путешествие 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 вот эти журналистики мы постарались некоторые моменты составить для журналистики чтобы для того чтобы мы соответственно это с вами и применим вот спасибо вам уважаемые коллеги за то что вы прослушали вебинар еще раз хотел бы подчеркнуть что я такой же учитель иностранного языка как и вы так же самое на практике все это применяем ошибок не делает тот кто ничего не делает поэтому соответственно я бы хотел бы чтобы основная задача вот этих всех вот этого винара заключается в том чтобы и мне и вам облегчить жизнь и чтобы имело какую-то определенную результативность как и для детей так и для нас с вами в любом случае обучая детей мы учимся с вами вместе поэтому этот процесс не изменен поэтому хотелось бы вас поблагодарить еще раз говорю в том что мы с вами обязательно в перспективе будем обсудим всевозможные на так называемые моменты которые мы можем с вами обсудить это создание квестов ну и подискутируем поэтому может быть какие-то у вас соображения идеи появится в перспективе мы хотели бы кстати составить конкурс конкурс когда после мастера класса и вы уважаемые коллеги могли бы в этом принять участие то есть это будет предварительно ближе туда к сентябрю месяца наверно посмотрим как все будет потому что я понимаю вашу занятость очень большой вот и где вы можете также будет присылать свои квесты где будем оценивать во всем основном критериям и как вы это показали можно что-то новое продемонстрировали можно смешанное просто проведете сделайте поэтому думаю что было бы очень интересно спасибо большое до свидания спасибо 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 спасибо